Вас приветствует команда «Ведопульс» на очередном вебинаре, посвященном канальными региональной системе. Сегодня мы с вами будем разбирать канал «Селезенки». И вначале, как всегда, напишите, как меня слышно по пятибалльной системе. Меня слышно замечательно. Начинаем наш вебинар. Сегодня, как и со следующими и предыдущими каналами, мы будем разбирать темы. Это основные характеристики, проекционные зоны и функциональное применение канала «Селезенки». Разберем точки силы канала «Селезенки» и практическую методику прохождения данной системы. В литературе очень часто используется двойное название – канал «Селезенки поджелудочной железы». В переводе с китайского звучит именно на русский язык «Селезенка». Но все те функции, что выполняет данная функциональная система, они подходят в большем проценте к европейской поджелудочной железе. И поэтому используется двойное название. Термин «Селезенка» используется как дань традиции. Соответственно, добавление поджелудочной железа – как дань европейской медицины. Но я в основном буду использовать название «Селезенка». На китайском языке данная система называется «Дзу-Та-Ин-Пи-Дзин». Соответственно, иероглиф «Дзу» относится к указанию, что это ножной канал. Он начинается на большом пальце стопы. Термин «Тай-Ин» указывает на энергетическую ось «Ин». Иероглиф «Пи» соответственно, это и есть «Селезенка». Заключительный иероглиф «Дзин» – это указание на канально-меридиональную систему. На соответствующем канале находится 21 биологически активная точка. Соответственно, по энергетическим осям данная система относится к энергетической оси Тай-Ин. То есть это максимальное количество энергии Ин в каналах легких и канале селезенки. Легкие И и селезенка образуют энергетическую ось Тай-Ин. Соответственно, все каналы, относящиеся к Ин, они накапливают энергию и являются более жизненно важными, чем органы Ян. И именно традиционная китайская медицина больше внимания уделяет работы с Инь-органами, потому что в долгосрочной перспективе именно Инь-органы создают задел здоровья и позволяют нашему организму долго функционировать. И, соответственно, эти органы продлевают нашу жизнь. В органах Инь накапливается основная энергетика нашего организма. И энергетика селезенки, она связана с элементом Земля. И к данному элементу относится канал селезенки, который мы сегодня разбираем, и, соответственно, еще канал желудка, который мы разобрали в прошлом месяце. Эти два канала регулируют энергию питания. И эта энергия наиболее часто подвергается негативным воздействиям. По очень простой причине. Потому что нам приходится кушать ежедневно и, к тому же, не один раз в день. И количество и качество пищи влияет на нашу общую энергетику. Также канал селезенки относится у нас к категории КАПХА. Это по аюрведической классификации. И селезенка, она и как с китайской точки зрения, так и с аюрведической точки зрения, обладает свойством регулировать влажность, уровень влажности и уровень сухости в нашем организме. Наиболее чувствительна селезенка именно к влажности. Она поддерживает вместе с почками водный баланс. И сейчас мы с вами рассмотрим основные характеристики данной энергетической системы. Самое главное, данную систему китайцы очень ласково называют «вторая мама». И, соответственно, это говорит о том, что китайцы очень большое значение придают этой энергетической системе. Селезенка питает все наши внутренние органы и накапливает энергию питания. Если человек не занимается какими-то продвинутыми практиками в области цигун, йоги, либо другими энергетическими искусствами, то основную энергию для своей жизни он получает именно с питанием. И вследствие этого главный орган, который накапливает энергию питания, он является ведущим при многих состояниях, в том числе при заболеваниях. Первая мама, согласно китайской традиционной медицины, это почки. Они накапливают ту энергию, которая передалась человеку при рождении от родителей. Селезенка отвечает за переваривание пищи, усвоение и накопление энергии ци. Здесь энергия ци рассматривается не только в узком смысле как энергия питательных веществ, но также рассматривается в широком смысле как энергия и дыхательной системы, и психоинформационная энергия. Соответственно, мы не только потребляем продукты питания, но мы потребляем и информацию, мы потребляем воздух из окружающей среды, и как мы усваиваем информацию и другие источники энергии, в первую очередь, зависит от состояния селезенки. И поэтому работа с биологически активными точками канала селезенки возможна практически при любом заболевании. В некоторых острых ситуациях не всегда правильно начинать с канала селезенки, потому что надо снять остроту процесса. А если мы видим хроническую ситуацию и, соответственно, нет особо выраженных симптомов, то всегда китайцы включают уже в первые рецепты точки канала селезенки для того, чтобы подпитать наш организм и восполнить синдромы пустоты. Селезенка накапливает и распределяет энергию ЦИ и влияет на кровь. Китайцы говорят, куда ЦИ, туда идет и кровь. То есть, если у человека есть недокровоток каких-то внутренних органов, то это говорит и о плохом энергетическом наполнении этих органов. То есть, физически кровь является носителем энергии ЦИ. Но можно представить, что клеточные элементы крови – это такие небольшие машинки, которыми управляет наша энергия ЦИ. И, соответственно, если создается плавный и хороший энергетический поток, то такой же энергетический поток будет и со стороны кровообращения. И вы всегда можете увидеть, что если есть застойные явления в виде, например, при таких заболеваниях, как варикозная болезнь, либо проявление геморроя, то это всегда говорит и о застое энергии. И в этих областях надо проводить активное воздействие на биологически активные точки, рассеивая этот застой. Селезенка в первую очередь влияет на пищеварительную систему, репродуктивную, дыхательную, сердечно-сосудистую систему. И при влиянии на сердечно-сосудистую систему надо помнить, что селезенка – она первая из многих меридианов, которая влияет на состояние трави, на ее клеточные элементы. Как на красные клеточные элементы, наши эритроциты, которые переносят кислород и создают передачу кислорода нашим всем внутренним органам. Также точки канала селезенки влияют и на наш белый кровяной росток, то есть те элементы крови, которые отвечают за наш иммунитет. Это различные подвиды лейкоцитов и макрофагов. Именно селезенка и точки данной системы наполняют и усиливают наш иммунитет. Активно точки селезенки используются при гематологических заболеваниях, когда у пациентов наблюдается анемия, либо вследствие хронических заболеваний угнетается лейкоцитарный росток и снижается иммунитет. Данная система открывается в рот. Соответственно, понятно, что, чтобы пища попала, она к нам попадает одним только путем, через наш рот. Зеркалом канала являются цвет лица и наши губы. Соответственно, чем ярче наши губы и, ну так скажем, имеют определенный объем, тем лучше чувствует себя селезенка. Поджатые губы говорят о напряжении в данной системе. И я уже неоднократно в своих вебинарах говорил, что очень важна линия смыкания губ. И, соответственно, она должна быть волнистая, не прямая. Если вы посмотрите на себя в зеркало и увидите такую прямую линию на губах, это будет указывать на напряжение в системе пищеварения. И постарайтесь переделать свою мимику таким образом, чтобы линия смыкания губ была волнистая. Вкус, отвечающий за нашу селезенку, это сладкий. И именно поэтому многие из нас любят сладенькое. Потому что именно сладкий вкус дает энергию. Но кроме энергии, сладкий вкус еще дает и много калорий. И вследствие этого человек может полнеть, его вес расти. И как раз повышение массы тела говорит о том, что на энергетическом уровне мало энергии ци. Вроде бы кажется, человек много кушает с позиции европейской медицины. И поэтому он полнеет. С позиции традиционной китайской медицины, наоборот, повышенный вес относится к синдромам недостатка. И этот недостаток относится не к, так скажем, калориям, а к энергетической наполненности продуктов. Если у человека есть избыточный вес, либо склонность к избыточному весу, проверьте, пожалуйста, какие продукты вы питаетесь. Наверняка эти продукты не только с грядочки. Они либо длительно хранились, либо подвергались неоднократной заморозке, либо вы много используетесь в продуктах питания полуфабрикатов. В первую очередь надо вводить свежие овощи и зелень. Зелень вы можете выращивать у себя на подоконниках, в горшочках вместе со своими любимыми цветочками. И если внимательно поизучаете книги по фитотерапии, по диетотерапии, то узнаете, что многие растения цветущие, они съедобны. И, соответственно, вот эта съедобная часть, она содержит очень много энергии. Плюс максимальное количество энергии находятся в пророщенных зернах. Именно их традиционная китайская медицина рекомендует для повышения вашего энергетического статуса. Селезенку угнетает раздумья. Когда человек много думает, говорят китайцы, это повреждает селезенку и отражается на его пищеварении. Неумение отвлекаться от каких-то насущих вопросов и постоянно на них зацикливаться, вот это все ведет к нарушению пищеварения и к недостаточности энергии в селезенке. И в результате такого процесса нарушается не только пищеварение, но в первую очередь страдает иммунитет и ваша возможность качественного сна наступает бессонница. Психические проявления, связанные с данной системой, они связаны с волей, с ощущением внутреннего стержня, центра, и у людей с доминированием энергии земли и избыточности по каналу селезенки есть такая черта, они хотят всех накормить. То есть хотят люди окружающие кушать, либо не хотят, но они должны попробовать все их вкусности. Ну и, соответственно, если они это не сделают, эти люди начинают на них обижаться. Такая черта характера в первую очередь, конечно, говорит о напряжении в данной системе. Вот это основные, так скажем, характеристики энергетической системы. Но еще раз повторюсь, что точки канала селезенки можно использовать при любых заболеваниях, так как селезенка это концентрация всей энергии и в том числе энергии пищеварения. Она необходима для любого как физического, так и энергетического процесса, протекающего в нашем теле. И сейчас мы с вами рассмотрим точки силы канала селезенки. Помним, что у нас есть пять элементов. Это дерево, огонь, земля, металл и вода. И, соответственно, все эти элементы, они присутствуют как в нашем теле, так и присутствуют на каждом канале. И мы можем управлять этими элементами, давать им как бы определенное задание. Но чтобы давать это задание, нам надо понимать, что делает этот сам элемент. Мы говорим сегодня о селезенке. Селезенка относится к элементу земля. И, соответственно, этот элемент, он является центром всех других элементов. И чтобы выработать вот это внутреннее ощущение стержня, центра жизненной устойчивости, как в физическом, как в материальном, так и в психологическом плане, нам очень подходят точки земли и в первую очередь на каналах земли. То есть мы для этих всех целей можем использовать точку РП3 на канале селезенке. и давайте спрошу вас, ну, особенно тех, кто был на предыдущем вебинаре, посвященному каналу желудка, кто вспомнит, какая точка на канале желудка относится к категории земля. Это очень часто используемая точка, и, соответственно, я об ней много рассказывал, и об ней, об этой точке очень часто пишут в интернете, там, когда надо и когда не надо. Есть какие-то версии или нет? Жду ваших ответов. Если у вас версии нет, то, соответственно, поставьте минусик. но что-то вы все заснули у наших голубых экранов. Да, вот, самая активная и с правильным ответом у нас Маргарита. Совершенно верно. Это точка, так называемая точка вечной молодости, точка Е36. Ну, любовь тоже правильно ответила. Всегда запоминайте основные точки. Я рекомендую вам завести блокнотик, в котором вы будете составлять таблички и записывать основные точки. И всегда думайте, вот, вам надо что-то поработать с пациентом. Думайте о заболевании пациента, о его текущем состоянии в терминах китайской медицины. То есть, какой элемент, какое действие оказывает. и вам легко будет запоминать биологически активные точки. Пока их не имеет смысл заучивать, потому что эти знания, они подкрепленные практикой, они очень быстро улетучивают. А когда вы свяжете определенный образ, симптом и соответственно свяжете это все состоянием человека с биологически активной точкой, вы это все запомните на очень долгое время. Вот Раиса спрашивает, на каком канале? Это на канале желудка. Точка Е36. Соответственно наиболее часто я проговариваю французскую номенклатуру. Первые буковки это название органа на французском языке Е от слова эстама желудок. РП соответственно тоже сокращение от двух названий Рианпанкреас то есть селезенка поджелудочная железа пять на французском языке. Другие номенклатуры которые вы видите в том числе в нашем приложении Ведопульс рефлексотерапия там присутствуют англоязычные номенклатуры. И соответственно к точкам пяти элементов относятся к элементу дерева точка РП 1 к огню вторая точка к земле третья к металлу пятая к воде девятая точка. И соответственно первые три точки от кончиков пальцев всегда идут подряд. Селезенка у нас начинается на большом пальце стопы. И соответственно третья точка от большого пальчика это точка Юань которая несет нашу наследственную энергию. Также значимыми точками являются противоболевая точка точка щель это РП 8 она отражает состояние прохождения энергии в данном канале. И если при нажатии РП 8 болезненная то это говорит о недостаточность о недостаточной прохождении энергии в канале селезенки. Также диагностическими точками являются МО и ШУ точки. МО точки расположены на передней поверхности тела и это точка Ф13. Все точки ШУ они отражают Янскую составляющую энергии селезенки и в данном случае это точка В20. Энергетически канал селезенки отдает свою энергию предыдущему каналу. То есть точкой О является точка РП4 а принимающий точкой ЮАН на канале желудка точка Е42. И соответственно особое значение в каждом канале имеет точка с названием элемент в элементе. То есть это та точка элемент который совпадает с элементом собственного канала. Напишите пожалуйста в чате какая точка является точкой элемент в элементе для канала селезенки. все подсказки перед вами в табличке на ваших экранах. Жду вашего ответа. Раиса была самая первая и с правильным ответом. Да, конечно. Это точка РП3. Вот вторая Раиса также правильно, любовь молодцы. Все запомнили эту логику. И теперь давайте рассмотрим где находятся все эти нужные нам управляющие биологически активные точки. И мы с вами начнем с ШУ и МО точек. Точка ШУ В20 либо в английской номенклатуре В20 Она располагается на полтора цуня от задней срединной линии между остистыми отростками 11 и 12 грудного позвонка. Найти в принципе эту точку достаточно легко. Вы трогаете спинку своего пациента либо свою собственную и находите последнее ребро. Соответственно последнее ребро крепится к 12 грудному. Над последним ребром как раз и будет 20 точка. Она называется ПИ ШУ. Соответственно иероглиф последний ШУ обозначает что эта точка относится к категории точек ШУ. ПИ как мы уже с вами разбирали это собственно сама селезенка и есть. Точка МО отвечающая за инскую составляющую канала является точкой канала печени 13 по номеру называется она Джанмэнь. Она находится у свободного края 11 ребра. Ну на самом деле 11 ребро найти достаточно просто. Для этого существует такой хитрый китайский способ. Если нам надо найти точку как показано на рисунке справа мы берем свою правую кисть и ложим ее на свое левое плечо. И свободно руку располагаем на нашем теле. И в том месте где находится наш локоть в том месте и будет находиться эта точка. То есть посмотрите и в области своего собственного локтя пропальпируйте реберную дугу. И в этом месте вы найдете 13 точку канала печени. Она называется джан мынь. Последний иероглиф мынь обозначает ворота. Первый иероглиф джан показывает название внутренних органов. То есть все органы делятся на две категории на янские и инские. Янские органы китайцы называют полными органами по-китайски иероглиф фу. А инские органы китайцы называют плотными органами. И соответственно по-китайски они называются термином джан. И вот эта точка она открывает для воздействия все органы джан. И она действует не только на селезенку как питающую все джан органы, но и через нее можно оказать воздействие на любой плотный орган. Орган категории джан. Если мы будем обращать внимание на каналы, то это все наши инские каналы. Вот такая достаточно уникальная биологическая активная точка. И далее мы переходим непосредственно к первым точкам на канале селезенки. они расположены у нас на стопе. Раиса спрашивает, а если точка болезненная? В принципе, если точка болезненная, это говорит о том, что с ней надо работать. И любое болезненное ощущение в любой точке, особенно в данной биологически активной точке, указывает на то, что именно с вашими внутренними органами есть какая-то проблема. Вы можете легонечко массировать эту биологическую активную точку в пределах 3-5 минут ежедневно. И это можно делать до тех пор, пока ее болезненность не исчезнет. но лучше пройти соответственно весь канал селезенки той практической методикой, что мы будем разбирать в завершении нашего вебинара. Итак, первая биологическая активная точка РП1. называется инбай, принадлежит к элементу дерева. Она находится рядом с корнем ногтя большого пальца стопы. Вот обратите внимание на выносочку на слайде. Вот в этом месте рядом с ногтем находится первая биологически активная точка. И очень удобно на первые точки оказывать воздействие нажиманием ногтем. Но следует особо не усердствовать, так как кожа в районе ногтя достаточно тонкая и можно поранить. То есть легонечко ногтем нажимаем в районе 30 раз. Дальше мы идем по большому пальчику и упираем в косточку. У некоторых эта косточка бывает такая очень большая выстоящая и вот перебетой косточкой и находится вторая точка. Она относится к элементу огонь. По-китайски называется даду. И напишите мне в чат элемент огонь какую функцию оказывает для всего канала. Точка огня она тонизирует либо седатирует селезенку. Жду ваших ответов. Да, совершенно верно. Все ответы правильные, тонизирует. потому что чтобы разобраться тонизирующая либо седатирующая точка мы всегда вспоминаем круг циркуляции усин. Тонизирующая точка по элементу всегда находится впереди. То есть канал сам селезенки это элемент земля. Перед землей находится элемент огня. Значит точка огня будет стимулировать улучшать прохождение в канале селезен. И это точка вторая на данном канале. Следующая точка третья по номеру это точка РП3. Она располагается дальше по пальчику как раз за выступающей косточкой. Это точка ЮАН посредством которой мы можем влиять на очень многие процессы в нашем организме как связанные с питанием так с дыханием и с иммунитетом. То есть это сердцевинная точка для данной системы. Следующая точка четвертая. Четвертая точка относится к категории ЛОП. То есть она передает энергию из канала селезенки в канал желудка и связана с точкой Е42. Чтобы ее найти мы уже начинаем пальпировать после третьей точки кость до ее дальней головки и в месте перехода тела кости в головку это уже переход не такой выраженный как на пальцах но он вполне ощущаемый мы соответственно находим данную биологически активную точку. Эта точка позволяет сбросить избыток энергии особенно при болевых синдромах по ходу канала селезенки либо по ходу сухожильно-мышечных каналов связанной с селезенкой как проходят эти каналы мы с вами разберем чуть позже пятая точка она относится к категории металла и обладает седативной функцией для канала селезенки найти ее достаточно легко мы соответственно находим внутреннюю соответственно лодыжку и как бы с нее соскальзываем по диагонали и в этом месте будет небольшая ямочка вот в этой ямочке и находится пятая биологически активная точка канала селезенки она обладает уникальным свойством она стимулирует и укрепляет в том числе нашу соединительную ткань а укрепление соединительной ткани важно при слабости соединительной ткани это очень часто бывает у современных подростков которые худенькие и очень высокие также это необходимо людям которые страдают синдромом вертебральной артерии то есть у них возникает головокружение при резком смене положения тела при резком вставании наклонах поворотах головы вот в этих всех ситуациях данная точка очень хорошо действует и помогает в реабилитации следующая биологически активная точка это шестая она соответственно не входит в список точек пяти элементов но эта точка одна из самых часто встречаемых в рецептах акупунктуры и она относится к точкам общего действия ее называют групповой лор трех и ног по китайски санэнзяо это шестая биологически активная точка она располагается по заднему краю большеберцовой кости на голени с внутренней соответственно стороны на три цуня выше внутренней лодыжки три цуня это ширина наших четырех пальчиков от указательного до мизинчика включительно мы прикладываем свою ладонь к внутренней ладошке над пальчиками пальпируем задний край большеберцовой кости и в этом месте будет данная биологически активная точка эта точка влияет на все индские каналы ножные то есть она влияет не только на канал селезенки но также на канал почек и на каналы печени то есть эта биологически активная точка влияет на самые жизненно важные каналы традиционной китайской медицины также она заведует кровообращением в органах малого таза иногда бывает очень сильно болезненной в основном у женщин и это указывает на застойные явления в области гинекологии и проработка этой биологически активной точки помогает при многих гинекологических проблемах но китайцы ее не рекомендуют использовать во время месячных потому что в этот момент если ее использовать то соответственно можно усилить кровотечение оно будет более длительным и обильным следующая биологически активная точка восьмая она находится выше по голени если вы сядете и условно разделите расстояние от внутренней лодыжки до нижнего края надколенника на три части то данная биологически активная точка будет находиться на границе верхней и средней трети если в цунах то это будет ниже на пять цуней верхнего края надколенника нога при этом должна быть согнута в коленном суставе под углом 90 градусов точка также находится по заднему краю большеберцовой кости по-китайски она называется гидзы перевод ось земли божественная сила земли китайцы говорят что эта точка регулирует состояние энергии и крови и соответственно эта точка обладает очень выраженным действием и используется при общих синдромах нехватки энергии ци и при любых изменениях связанных с кровотоком и также с количеством и качеством форменных элементов следующая биологически активная точка девятая она располагается еще выше у нижнего края внутреннего надмыщелка большеберцовой кости называется инь линь цюань и отвечает за инскую составляющую канала эта точка относится к элементам вода а вода это самый инский элемент и соответственно эта биологически активная точка обладает противоотечным действием восстанавливает человека при любом инском синдроме когда есть застой энергии снижена функция внутренних органов и особенно если это связано с кровотоком и состоянием органов пищеварения сейчас мы рассмотрим связи по правилам канала селезенка по принципу наружное внутреннее то есть по принципу инь ян селезенка связана с каналом желудка желудок отдает свою энергию через сороковую точку ее принимает точка рп3 а энергия селезенки избыток ее может отводиться в канал желудка через точку рп4 в точку е42 но это действие достаточно кратковременное потому потому что очень скоро и 42 точки энергия вновь вернется в канал селезенки и если у нас имеется избыток в данной системе то лучше использовать технику прохождения данного канала и использовать точки тонизирующие и точку элемент в элементе для данной системы по принципам аюрлидической медицины селезенка связана также с каналом желудка и с каналами трех обогревателей и перикарда эти четыре канала относятся к капхе то есть они поддерживают состояние нашей эндокринной сферы и также поддерживают равномерный итог жидкостей в нашем организме уровень гормонального реагирования и все что связано с жидкостями и все что вы знаете из аюрлид по функциям капхи на это все вы можете влиять через биологически активные точки этих четырех меридианов и главным из них является конечно меридиан селезенка по правилам пульсовой диагностики надо канал селезенки главенствует канал печени и соответственно при недостатке энергии в канале селезенки можно занять энергетику у печени это выполняется посредством активации ло точки на канале печени это точка р5 и активируем принимающую точку юань на канале селезенки это точка рп3 не всегда этот рецепт выполним по очень простой причине потому что в средстве современного образа жизни наша печень это очень большую грузку и поэтому в ней зачастую энергии находится меньше чем селезенки и чтобы убедиться нужно использовать этот рецепт всегда обращайте на нашу вкладочку пульс органов где всегда показано соотношение между собой каналов и тогда вы можете очень качественно помогать вашим пациентам и сейчас мы рассмотрим взаимодействие каналов и окружающих органов как сам главный канал так и сухожильно мышечный канал селезенки идет от большого пальца по внутренней поверхности и бедра и складки любые изменения в этих местах можно так скажем воздействовать на них через биологически активные точки селезенки это например относится к варикозно расширенным венам которые в основном сосредоточены на внутренней поверхности голени и бедра далее сухожильно мышечный канал селезенки идет по центральной линии к нашему пупку и далее к области солнечного сплетения биологически активные точки на канале селезенки идут чуть в сторону от пупка и поднимаются к ребрам Раиса спрашивает а каналы на ногах с двух сторон расположены да конечно все главные меридианы о которых я рассказываю они симметричны просто на рисунке с одной стороны изображен ход главного меридиана где располагаются биологически активные точки точно такая же линия есть и с другой стороны но вся канально-меридианальная система она имеет послойное строение и самым верхним слоем является сухожильно-мышечный канал то есть это уровень кожи и подкожной клетчатки этот уровень китайцы называют сухожильно-мышечным меридианом сами биологически активные точки находятся на определенной глубине эта глубина соответствует уровню мышц дали от робер канал поднимается вверх в область плеча там располагается в третьем межреберье двадцатая биологически активная точка она располагается по передней линии это на расстоянии шесть суньей от передней срединной линии и далее канал опускается вниз на боковую поверхность грудной клетки и доходит до шестого межреберья где находится заключительная биологически активная точка двадцать первая до она располагается на средней акселярной линии то есть посередине нашей подмышечной области а сухожильно-мышечный меридиан селезенки идет по центральной линии до ребер и далее влияет на всю нашу межреберную мускулатуру вот этот синий цвет по межреберьям это такой расширенный сухожильно-мышечный меридиан селезенки и вследствие этого в дыхательных проблемах при болезненности по межреберьям мы можем активно использовать точки селезенки для воздействия на дыхательные проблемы рефлекторные зоны Захарьи Нагеда которые используются в том числе в нашем модуле физиотерапии от аппарата КвантМед расположены также как рефлекторные зоны по каналу желудка на представленной схеме они располагаются на спине чуть ниже лопаток здесь также зоны располагаются справа и слева просто для удобства отображения художник так скажем поместил эти зоны только с одной стороны и на передней поверхности тела располагается в эпигастральной либо как называют ее подложечной области то есть в области солнечного сплетения также есть зона отвечающая непосредственно за состояние нашей поджелудочной железы эта зона располагается сразу над пупком но на данном рисунке ее здесь нет и идет к левому подреберью эта зона охватывает нас полукольцом и доходит до позвоночника и как раз эта зона располагается на уровне шу и мо точек которые мы с вами уже изучили сейчас рассмотрим проекцию селезенки поджелудочной железы на нашем лице главной зоной конечно же является зона наших губ яркость губ влажность губ наличие каких-то морщинок указывает на состояние данной системы оптимально губы должны быть яркие немного влажные и без различных морщинок вот такие морщинки над губами они указывают на процесс развития язвенной болезни желудка либо 12-перстной кишки это все достаточно негативно отражается на состоянии нашей поджелудочной железы как центр всего как элемент земля селезенка связана с нашей спинкой носа и любые изменения на спинке носа могут говорить о двух вещах либо о воздействии негативном на позвоночник либо соответственно проблемах с поджелудочной железой чтобы отдифференцировать надо просто спросить об этом что больше беспокоит спина либо пищеварение если больше жалобы нас со стороны спины то рассматриваем эту зону как зону позвоночника если страдает пищеварение то рассматриваем как зону селезенки но соответственно у одного и того же человека могут быть проблемы и там и там для их дифференциации мы можем понажимать на точки шу и му и точку элемент в элементе канала селезенки и также на точку сет то есть противоболевую точку рп8 которую мы с вами уже разобрали у мужчин и у женщин есть дополнительные зоны отвечающие за данную систему и эта зона располагается на уровне угла роста волос в зависимости от того каким образом растут волосы но этот угол не всегда проявлен если мы имеем вот такую м-образную линию роста волос то вот в этом месте бывают вот такие прямоугольные линии роста волос с ними все в порядке там точно виден этот угол также если у мужчин и у женщин образуются залысины то они как раз подчеркивают этот угол роста волос сложнее когда имеется округлая линия роста волос вот таким полукругом здесь достаточно это место сложно найти и представить мы представляем что как будто у человека либо м-образная либо прямоугольная линия роста волос и ищем это место у мужчин более актуален правый угол у женщин более актуален левый угол это соответственно не точки это определенные зоны и если вы видите какие-то изменения в этих зонах то в первую очередь надо обратить свое внимание на питание вне дома потому что с позиции минцян это область так называемых дворцов путешествий если в них что-то происходит то надо быть очень внимательным в командировках либо при нахождении вне дома также у человека бывают складочки у внутреннего края брови и если есть асимметрия этих складочек и складка слева она одна либо более выраженная чем справа то это говорит об изменениях и нагрузке на поджелудочную железу вот это основные проекционные зоны поджелудочной железы на наше тело и на наше лицо и сейчас мы разберем методику прохождения канала селезенки поджелудочной железы соответственно Раиса если морщинка справа это говорит о воздействии на печень но об этом мы будем говорить тогда когда дойдем до данного канала а он у нас ближе к завершению нашей программы 12 меридианов для активации любого канала напоминаю мы запускаем сначала энергию малого небесного круга китайцы говорят что если малый небесный круг запущен то все болезни отступают от нас а мы запускаем сначала круг а потом стараемся активирующим то все болезни отступают от нас а мы запускаем сначала круг а потом стараемся активировать еще большой небесный круг То есть последовательность 12 главных меридианов. Для включения малого небесного круга мы активируем биологически активную точку третью по каналу тонкой кишки. Вы ее видите вот здесь на ребро ладони. Далее прохлопываем задний срединный меридиан от крестца по спине, голове и области носа и верхней губы. Далее запускаем передний срединный меридиан через точку P7 Лецюэ. Точка располагается на канале легких. И прохлопываем передний срединный меридиан от уломной области вверх по передней срединной линии, черную клетку. Аккуратненько прохлопываем горло, нижнюю челюсть и нижнюю губу. И в дальнейшем прикасаемся языком к ногу над непосредственно верхними зубами. Таким образом мы замыкаем малый круг циркуляции энергии. После того, как мы это все сделали, переходим непосредственно к каналу селезенки. И начинаем прохлопывать его по ходу биологически активных точек. То есть начинаем легонечко воздействие в районе большого пальца стопы с внутренней стороны. И такими хлопкообразными движениями идем по внутренней поверхности стопы к внутренней лодыжке. Потом от внутренней лодыжки поднимаемся вверх по заднему краю большеберцовой кости к колену. Аккуратненько прохлопываем внутреннюю поверхность бедра. Особенно аккуратными надо быть верхней трети, потому что там близко расположены сосуды. И, соответственно, переходим в паховую складку. Идем по области живота. И мы идем на животе. Примерно отступаем 6 суней от срединной линии. Помните, как мы находили точку но селезенки? Вот вы можете поставить руку на свое плечо, посмотреть, где у вас находится локоть, и от паховой складочки к этому месту вести прохлопывание. Потому что канал печени и селезенки в этом месте, они близко расположены. Далее переходим вверх. Идем по грудной клетке с наружной стороны от соска. И так доходим до третьего межреберия похлопывающими действиями. Сами вы должны слышать этот хлопок. Сейчас я попробую по себе похлопать. Не знаю, это будет хорошо слышно или нет. Но, по крайней мере, я этих хлопок изображу. Вот, то есть должен быть звук. И таким образом, и вот примерно с тем ритмом, либо чуть-чуть помедленнее, что я ударял, мы ритмичными движениями проходим каждый сантиметр данного канала. Точную линию вы всегда можете посмотреть в нашем расширении рефлексотерапии в Ведопульсе. Там есть вкладочки, где виден весь канал. И, соответственно, когда мы не включаем нозологический фильтр, мы можем просмотреть все каналы. И потом от 20-й точки мы уходим к среднеподмышечной линии 6-е межреберия. И там заканчиваем на 21-й точке. Также есть определенная биоритмологическая составляющая для активности наших биологически активных точек. Весь май до 6-го июня активно является точкой РП-5. 17-го мая у нас активна точка РП-9. 29-го мая у нас активна точка РП-1. И в скором времени вы можете познакомиться с нашим новым приложением, основанным на биоритмах. И всегда знать не только день, но и час активности определенных биологически активных точек. В понедельник у нас будет обзорный вебинар на тему биоритмологии. И будет презентация нового модуля биоритмологии. Он относится к традиционной китайской медицине. Будет расположен вместе с модулем рефлексотерапии. В нем вы всегда можете выбрать определенный день и час и посмотреть необходимые открытые биологически активные точки. Подробнее об этом я вам расскажу в понедельник. Также в этом модуле вы всегда можете посмотреть, где находится выбранная биологически активная точка. На данном слайде из нового профессионального расширения мы как раз видим девятую точку по каналу селезенки. Если какие-то у вас еще остались вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Если у вас они возникнут чуть позже, пишите нашу поддержку и мы обязательно ответим вам. Если у вас вопросов нет, поставьте минус в чат. У Валентины вопрос. Если у человека удалена селезенка, соответственно удаление любого органа – это удаление органа физически. И я вам говорил, что данная система – это не только селезенка физически, но это в том числе и поджелудочная железа. Но в любом случае, например, как при удалении желчного пузыря. То есть удаление самого органа – это не удаление энергетической системы. Энергетическую систему удалить невозможно. Она с нами будет всегда. Даже если, например, при каких-то катастрофах, либо в результате операций у человека нет конечности, то энергетические каналы у него тоже существуют. И мы всегда можем смотреть биологически активные точки вне зависимости от того, есть физический орган, либо нет. На это не влияет.